Квасим мы томаты где-то в середине сентября, не раньше. Когда они станут вкусными, сладкими, в середине не будет зеленых жил, вот тогда можно квасить. Моем. Билкой я вот протыкаю их с этого конца. Значит, в подготовленную кастрюлю на дно укладываю хреновые листья, зонтики укропа или укроп из аптеки, семена, пару лавровых листиков, чеснок, несколько зубчиков чеснока, перец, какой вам нравится, который вы любите. Значит, укладывайте томаты до самого верха. Я говорю про кастрюлю. Я в банке. Вот это в банке. То же самое, только можно в банке сделать. Укладываю томаты. В середине тоже можно проложить хреновые листья. Больше вишневые или какие-то я не добавляю. Могу добавить лист дуба. И заливаю рассолом. Рассол на литр воды. Берем полторы столовых ложки с горкой соли и ложку сахара. И заливаю холодным. Вода кипяченая. Значит, можно добавить в этот рассол столовую ложку яблочного уксуса. И все. Накрываем. Я вот так вот накрываю эту кастрюлю тарелкой. Завязываю вот за ушки резинкой, чтобы тарелка утопила томаты. Вот. И сразу убираю в холодильник. Но кастрюлю ставлю. Беру пакет. Вот мусорные пакеты новый. Ставлю в пакет, потому что, когда начнется брожение, рассол может побежать. Недельки через 3-4 вы проверьте. Если рассол убавился, просто разводите в кружке соленую воду кипяченую и добавьте. Вот. Если все хорошо, все опять убирайте в холодильник. Вот весь процесс. Месяца через 2, но обычно 40 дней, томаты будут готовы. Вот банки. Банки вон на дне хреновые листья, лавровые листья, чеснок. Вот. Томаты исключительные. Ну, они где-то... Да, они простоят до лета. Так что... Так что вот так. Ничего сложного. Не надо кипятить, стерилизовать. Но помидоры... Помидоры отличные. Всем мира и добра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok